Всем привет, это видеоблог серийный продюсер, меня зовут Николай Пак. Мы продолжаем цикл наших видеоблогов под названием «10 шагов к созданию сериала». И сейчас у нас следующий этап, этап восьмой, он называется «шапка» или «окончание съемочного периода». Итак, предположим, что у вас съемочный период подходит к концу, после того, как вы уже сняли весь материал, после того, как, грубо говоря, все сцены закончились, актеры уже каждый по очереди уже заканчивают свою работу в этом проекте, наступает момент, когда все, то есть стоп-камера, все останавливается, и вы все сняли. Обычно после этого через день, бывает, через два дня, вы как бы должны устроить так называемую «шапку». Что такое шапка? Шапка — это банкет, по сути, банкет, когда вся группа собирается вместе и празднует окончание проекта. Во время съемочного периода, где-то последнюю неделю, но если проект большой, уже все люди начинают говорить о «шапке». Это как бы дает им психологически такое какое-то «вот да, сейчас тяжело, уже совсем все надоело, но вот скоро будет шапка» и так далее. Предлагаю вам, если вы будете продюсером, если вы сейчас являетесь продюсером, не игнорировать этот ритуал, потому что шапку ждут все. Иногда кажется, зачем она нужна, в общем-то, уже люди все друг друга не любят, ненавидят какие-то конфликты. На самом деле шапка подводит черту, во-первых, во-вторых, смывает весь негатив, люди как-то выговариваются и, грубо говоря, выдыхают. После этого опять друг к другу хорошо относятся. Сама шапка, почему она так называется, я точно не могу сказать, но мне вроде рассказывают, что вот по старой киношной традиции когда-то, то есть, продюсеры не устраивали банкеты, а просто как бы пускали шапку по кругу, скидывались все сколько может и вот люди собирались, как-то выпивали, праздновали окончание проекта. После этого так называется шапка. Но сейчас в наше время шапку вы организовываете в каком-нибудь кафе, ну, кто-то устраивает там шапку на природе, ну, кто как празднует, да. Кроме этого, нужно помнить, что женская часть группы обычно тоже ждет шапку, потому что есть такой момент, что они там, условно говоря, три месяца ходят в таких каких-то шортах, трико все такие немножко, ну, скажем так, неухоженные, да. Им хочется, они же женщины, им хочется вот прийти на один вот этот праздник, вот во всем параде накраситься, уложиться, то есть на каблуках. Как я видел, на шапку всегда, ну, преобразившиеся участницы группы приходят на этот праздник, ну, для них это важно. И поэтому я говорю о том, что, ну, не нужно это игнорировать. Это не имеет никакого там, я не знаю, там, производства, с точки зрения производства какого-то смысла, но шапка нужна для группы. После этого, грубо говоря, смывается весь негатив. После тяжелых, а это действительно тяжелая работа, ну, и там люди уже идут на следующий проект, уже как бы немножко такие выдохнув, и как бы идут в новый бой, скажем так. Что важно помнить? Конечно, киношники в основном пьют крепкие напитки. В Казахстане у нас люди некоторые, когда вы делаете банкетное меню, не едят свинину. Ну, поначалу у нас есть такой нюанс, конечно, поначалу все говорят, да нет, там особо, как бы, ну, мы особо так не будем пить, но вы должны знать, что, в общем-то, водка, ну, нужно обязательно ее заказывать, потому что ее все равно потом не хватит, ее все равно потом будет мало и так далее. Как продюсером, ну, это мое личное субъективное мнение, очень важно появляться на шапке, очень важно быть в начале, сказать какой-то тост. У меня это очень слабое место, я вообще очень тосты плохо говорю, мотивирующие речи, либо какие-то подытоживающие речи, ну, то есть для меня это проблема. Вот, но очень важно продюсеру быть на шапке, обозначиться, и мой совет, не оставайтесь до конца, потому что в конце, возможно, уже люди выпьют, у них раздряжется язык, и они там, ну, в общем, все претензии даже не к вам, а к кому-то еще, все их надо будет выслушивать и так далее. Ну, и, соответственно, надо помнить, что у нас съемочная группа обычно очень много молодых парней, которые, если мы в общественном месте находимся, ну, в разные ситуации могут попасть, да, то есть, соответственно, желательно делать так, чтобы ресторан был закрыт, и больше никого там не было, чтобы не было каких-то конфликтов в разных местах, где были шапки, иногда это делалось, там, в пятницу в каком-нибудь баре, в котором очень много людей, ну, других, соответственно, развили что-то еще, часто это заканчивалось драками, один раз это закончилось разбитым автомобилем у одного нашего участника группы постоянного, в общем-то, все, что он заработал на нашем сериале, он там отдал за ремонт этой машины, в общем, куча разных историй бывает после шапок, это все, конечно, интересно, но я вам советую не оставайтесь до конца, оставляйте эту небольшую дистанцию все-таки между продюсером и группой, вот, ну, хотя, конечно, если вы уверены в себе, что вы такое очень, ну, как сказать, можете очень много выпить, быть в трезвом уме и памяти, и, как бы, управлять этой массой людей, и, как бы, у вас такой очень сильный такой синдром вождя, то есть, ну, грубо говоря, то welcome, ну, я стараюсь, как бы, с этими, как бы, вещами сильно не играть. Для себя, для продюсеров, там, исполнителей продюсеров, креативных продюсеров, конечно, заканчивается этот важный этап, то есть, съемки заканчиваются, все, что можно было сделать, уже мы сняли, и теперь впереди монтаж, и поэтому, конечно, это важный период, важный период, когда нужно помнить, все ли сняли, все ли сняли так, как нужно, потому что очень тяжело делать до съемки, после того, как уже, как бы, съемочный период закрыт. Ну, и в целом, если вы сейчас находитесь на этом этапе, после, как съемочный период окончен, нужно выдохнуть, но выдохнуть не до конца, потому что впереди еще монтаж и сдача серии на канал, а потом еще и эфир. Итак, мы с вами поговорили об окончании съемочного периода, нужно ли, не нужно ли праздновать банкет, или так называемую шапку, в следующем видеоблоге мы поговорим про монтаж. Это был видеоблог «Серийный продюсер», меня зовут Николай Пак, подписывайтесь, если вам это нужно. Всем пока!